Телепроект «Человек в городе» Телепроект «Человек в городе» Местная знаменитость Клавдия Дмитриевна Яркина давно на заслуженном отдыхе. Живет очень скромненько, на улицу выходит редко. И если для нас времена подвигов Дарьи Гармаш уже история, то для бабушки Клавы это воспоминания ее молодости. Страшно подумать, сколько лет прошло с тех пор. Пять внуков, шесть правнуков и две правнучки. Вот сколько. Они уже взрослые все. Да, эти все взрослые. Только правнучки маленькие вот такие. Вот такие. Две штуки. На самом деле родилась она в год вступления России в Первую мировую войну. Но тогда, честно признаться, возраст ребятни особенно не считали. Были бы здоровы. Метрическое дело. Потеряли. Мать, где она делала? Нигде, возноигде. Я ходила в больницу. Сказал с 15-го, у меня и дальше с 15-го. А когда уж после паспорт встала, выправила. А председатель колхоза мне говорит, а ты что говорит, ты с 14-го. Я до него мать наболтала. Да как же японская война была, ты маленький была. Вся ее жизнь сплошная работа. От зари до позднего вечера трудились девчата-трактористки в полях. Я за кирпичами ездила в Туму. А сестра живет рядом, близко. Я отцопила прицеп и пошла. Я говорю, пойду победою. А вот она их сыновей своих. Ребята, бежите к Лавде на трактор. Я пока пришла, победила, не усидя. Фотографировала. Сейчас среду муж. У дома тут стояли эти трактора-досиелки. Тут мы тут разорвали с братом. Откуда малышне было знать, что пока они ради забавы спускали на тракторе тети Клавы баллоны, она берегла каждый винтик и экономила лишнюю каплю горючего. Поработаешь два дня, три дня. Он застучал. Значит, открывай картер и перетягивай. Вот было трудно. До 57-го трудно было работать. Это не работа не женская, а мужская. Клавдия была самой старшей дочкой у своих родителей. С детства привыкла она к тому, чтобы приглядывать за маленькими и помогать по мере возможности. Маленькая была. С отцом ездила по ярмаркам. Вот что я помню. А зачем? Зачем? Он торговал. Ботинками, он сапожник был. Ботинками, сапогами. А меня все время брал. Отец умер рано. В 27-м. Полил два года, не ходил. А я все помогала. Даже лошадь запрягивать умела. Она из того поколения женщин, что и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А что делать за неимением рядом настоящих мужчин? В Латвы играли. Вот что делали. А мужики в карта. В церковь ходили на праздник. И у нас мать пироги пекла. Бывал, мы с ней встанем, а праздник Спасовый день, Пасха. Вот такие праздники большие. Она уж на печку в таз поставила блины, пироги, чтобы не остыли. А потом отец умер, и все пропало. В новой стране срочно требовались герои. Ими становились шахтеры, столевары, комбайнеры и летчики. Первые пятилетки с их трудовым порывом и постоянными рекордами были парадной витриной социализма. Такой же, как кинофильм «Цирк», песни «Что строить и жить помогают» и пафосная скульптура Мухина «Рабочая колхозница». О том, что скрывалось за витриной, официальная пропаганда, естественно, умалчивала. Какие там учиться надо работать? Учиться. А читать вы умеете? Читать. Читать я умею. Я по задачкам-то отличница была полтора года. А по русскому плохо. В ее детстве почти не было домашних заданий, лирики и грез, привычных для старшеклассниц. После полутора лет обучения в школе пришлось тянуть взрослую лямку. Красивая была, женихов много было? А как же! Но ни цветов, ни комплиментов она так и не увидела. Заблудилась ее женское счастье в тракторной колее. Да как же! Два раза выходила и мужа нету, а детей полом. Какая тут счастливая-то! Первого мужа сосватала мама. Много лет назад они с подругой договорились, если в их семьях родятся мальчик и девочка, то сыграют свадьбу. Даже какого выходила, мне хода не давала. Я пойду по улице гулять, а вон палками стреляли. Ребят научал. Она ее не любила. У нас все равно, если будет свадьба с кем-нибудь, я все равно их у вас обоих убью. Убью. Если не выйдешь за меня. Так чужо вышло. Да он рядом жил как. Я на колоде за водой, а я гляну, он стоит тут. Около меня. Говорили, он работник хороший, плотник. И сапоги валяя. Ты проживешь за нем. Ну и избили. Год пожила один. Беременной осталась два с половиной месяца. Вот сейчас дочь-то. И убила грозой. Было это в июле 34-го. Так Клавдия с маленькой дочкой на руках снова оказалась в отчим доме. Через два года она закончила курсы трактористов. В 36-м училась. А в 70-м кончила. Это столько годов. Ну немножко перерыв был. Дети были. Дети немножечко подросли. Вот опять мать нянчила, а я работать пошла. В газетах писали, что передовики заводов и ударники колхозов получали высокую зарплату, премии. Будто трактористки строили хорошие дома и приобретали мотоциклы. На самом деле за баранками неповоротливых тракторов сидели вчерашние школьницы. Чуть светло ходили они в поля и круглый год экономили каждую копеечку. Зимой в колхозе платили всего 40 рублей. Даже сегодня, спустя десятки лет, у бабушки Клавы поднимается давление накануне получения пенсии. Переживает. Вдруг чего не донесут. Она видать нас не видала. Придь только, переоденеться по баннице и все. Вон откуда. Весь район там большой. ХТЗ был со шпорами. А потом мне в 56-м году дали МТЗ-2. Это был... Только первый пришел в МТС. Меня инженер и агроном подвели. Вот Клавдия. Мы тебе трактор даем. Я говорю, ой, да какой трактор. Нарези ног. Я говорю, да я что-то вроде не знаю его. Говорит, знать нечего. Заводи, пускайся, ехай. Ну и правильно. Завела, да и поехала. Нашим рязанским девчатам выпало стать инициаторами всесоюзного соревнования тракторных бригад. Они побеждали, завоевывали переходящие красные знамена. Вот только в личной жизни эти победы, увы, не помогали. Второй муж Клавдии Яркиной оказался гулякой и повесой. Какой там хороший. Я и отцом-то не называл. Он-то меня не знал сроду. С 38-го года и до войны меня изменял. И после войны пришел, да и ушел. Они так и не расписались, а потому осталась Клавдия многодетной матерью-одиночкой. Несмотря на долгий век, хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить важные события в ее жизни. В Москву ездили Ленин смотреть, потом на выставку ездила в Москву. Два раза не ездила. Депутатом была в Рязанском, областным. И своим депутатом была. Только я ездить-то плохая. Почему? У меня сразу голова болит. А на тракторе-то как же катались? На тракторе хорошо. На тракторе ничего не было. Там свежий воздух? Конечно. Кто такой Юрий Гагарин, бабушка знает. А вот в каком году он летал, уже не помнит. На ее памяти сменился не один национальный герой и генсек. Сталин в зеленом лежал. Рядом прям вот так вот. Вот так. А что, ну, в подвале. Там холодище. И стоят в головах два охранника. Страшно. Народа много. Все идут молчком, тихонько. Единственный праздник, когда знаменитую на всю область Клавдию Дмитриевну с почестями и подарками привезли домой на машине, были ее проводы на пенсию. Она ведь осталась одна из девичьей тракторной бригады. Она всю жизнь вот и живет. Она не ругалась в деревне, не злилась, никого не завидовала. Вот и до сто лет и дожила. Свой 101-й день рождения Клавдия Дмитриевна празднует в июне, с чем мы ее и поздравляем. Внуки и племянники планируют угостить знаменитую бабушку ресторанными деликатесами. Остается пожелать имениннице здоровья и хорошего настроения, чтобы хватило на воспитание еще одного поколения правнуков. Субтитры сделал DimaTorzok